Я приглашаю следующих участников. Алина, Василий, Вячеслав и Станислав. Донецкая область. Прошу. Развеши свежного, развеши меня, развеши меня. Добрый вечер. Спасибо, Далеко. Добрый вечер. Здравствуйте, ребят. Когда я вижу компанию парней, среди них одна девушка, хочется сказать, что выступление будет с изюминкой. Это очень приятно. Добро пожаловать. Здравствуйте, ребят. Ну, как там дела там в Макеевке? Вы из Макеевки, да? Кто из Макеевки, то кто из Донецка. В принципе, в Донецкой области все отлично. Сейчас вообще супер у вас. Ну, что, ребят, студенты все, да? Да, почти все студенты. Почти кто-то закончил уже Поплавского. А, Поплавский и до Макеевки добрался, что ли? До Донецка все-таки. В Донецке, в Донецке. Серьезно, там есть филиал? Да, три корпуса. Как бы так. Понятно, не подожгли еще, нет? Нет, все нормально. Ну, все. А вот есть такая вот интересная возможность. Как-то вот в передаче затрагивалось вопрос, и шел о том, что вы выйдете и покажете мастер-класс ребятам, которые приходят с шутками. Не было такого. Это вырезали из программы. Нет, я видел это своими глазами. Я тоже, это вырезали из программы. Вот. И, то есть, делать практически ничего не нужно. Но вот когда ничего не нужно делать, это... Женя. Женя. Давайте сразу, как на Вич... Поаплодили мы еще уже поддержим. Поддержим, и он будет. А я... Давайте еще сегодня поддержим. Я объяснил, все очень просто. Единственное, я потерял друга, конечно. Все очень просто. Так это будет частью программы. Нет. В общем, случай называется, после первой физической тренировки, вы играете человека, который только что с качалки. Крепатура мышц... Вам просто нужно стоять на одном месте. Хорошо. Крепатура мышц для выступления надо, ребят. Да, да. И вы нам... Это, я так понимаю, небольшой разогрев перед вашим выступлением. И вы нам все отказываете во всем. Ребят, первый раз вижу, как Женя заплатит сам себе. Отвините вперед. Итак, случаи после... Подождите, ребят, так что, это уже ваше выступление? Да. Да? Давай. Так, ну и что это получается, что улыбка Говы теперь за две считается? Непонятно, как поступить. То есть у нас двое меньше шансов. Чтобы я... Не засмеялся. ...отдел деньги Жене. Ну, это будет интересно. Хорошо. У вас 60 секунд, чтобы заставить смеяться Вову. И смотрю на правый... На правый свой монитор. Вову и сейф. Прошу. Случай после первой физической тренировки. Женя. Важный какой вышел. Привет, Жень. Привет. Да, привет, Женя. Давай вот... Слушай, а лови волну, Стас. Ну, Женя, у меня была мечта все-таки покататься когда-нибудь на Кентавре. Я думаю, это она сбудется сегодня. Давай помогу, конечно. Ладно, ладно. Ладно. Все, пользуясь, наверное, издеваться. Ладно, не будем над Женей все-таки издеваться. Давай так. Вы заработали одну тысячу. Спасибо, спасибо, да. Ликарь! Супер! Ладно. Но, честно говоря, я считаю, что как минимум половину вы должны отдать Жене. Рано вызвали меня, да. Было бы десятка, было бы проще. А так, со штукаря, какая моя доля? Штука. Ты чуть не провалил выступление ребятам. Да. Я специально засмеялся, чтобы ты ушел. И ребята могли хоть что-то заработать здесь. Жень! Как Донецким, так заработать сразу, да? Жень, ты вдоль. Ребят, сейчас я... Я знаю. Я уже с Донбассу. Я сейчас хочу обратиться к Жене. Алина, Василий, Вячеслав, Станислав, вы помолчите пока. Жень, ты возьмешь деньги или продолжишь выступление? Я возьму деньги. Ребята продолжат выступление. Давайте так. Продолжаем. Ну, хорошо, будем считать, что мы сделали вам какой-то подарок небольшой в преддверии праздника 1 апреля. Дальше только своими силами. Если заставите комиков смеяться, заработаете 5000 гривен. Ну, а если нет, тогда, ну, улетите отсюда. Продолжаем. Из серии неудачных побегов. Бандиты, ограбившие банк, скрылись в полицейском участке. Тупорылая лань убегала от льва и забежала в берлогу. Шутка. Ёжик-наркодорговец дает у колодца. Самец из супружеской пары белок каждый день наведывается в чужое дупло. Итак, представьте случай в женском туалете. Ребят, ну это же женский туалет. А, ну да, 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 конечно, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы заработали 10 тысяч гривен. Дима! Ау! Ты, конечно, извини, но это наши деньги. Пять. Пятерик, пятерик, Дима. Простите, пожалуйста, громче аплодисменты. Ребят, вы заработали 5000 гривен. Я вас поздравляю. Вот не наром говорят, что смех продлевает жизнь, а эти 5000 гривен могут продлить вашу жизнь на нашей сцене. Итак, что вы выбираете? Продолжить свое выступление и... Продолжаем. Выгрести из банка 10 тысяч гривен. Или просто выгрести. Или забрать пять и уйти. А мы продолжим. Но если комики не засмеются, вы потеряете все. Продолжаем. 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 Да. Ну хорошо. Мы желаем вам удачи. Победите. Нормальных пацанов забирают в армию, а наркоманов в нарнию. Вот лежишь на сцене. Небо такое голубое и глубокое. А мужики ведь этого не видят. Теперь и в литровых банках. Рыво. Наслаждайтесь. Случаи наши на монтажке. Ребят, подкачайте. Вам все четыре колеса? Нет, мне вот эта вот девушка. Итак, в зоопарке часто теряются дети и могут уходить к клетку с зверем. Итак, смотрим. Боже мой! Боже мой, помогите! Друзья, эта дверь сейчас заживет мою дочь! Дочь, а не портите, а мы его вдвоем зажрем! Итак, продолжаем. Нет, вы не продолжаете. К огромному сожалению, вы проиграли. Но я хочу вам сказать, во-первых, спасибо, а во-вторых, сказать, что смех гораздо лучше, чем насмешка. Вы показали приятное выступление, но, к сожалению, проиграли. Спасибо. Спасибо. До свидания. То, что мы шли без денег, мы абсолютно не расстроены. Не правда, ребята? Да. Вообще, абсолютно.